Олимпийские игры Он считается одним из главных фаворитов Но здесь же присутствуют и три советских брасиста Это Геннадий Утенков, это Робертос Жупа и Арсен Мискаров Довольно серьезная конкуренция Пожалуй, сильнейшие пловцы мира в этом заплыве все-таки собраны в данном заплыве Поэтому борьба будет нешуточная Итак, спортсмен уже на старте По первой дорожке принимает участие швед Петер Барнгрен Далее Геннадий Утенков, вот как раз швед на ваших экранах Геннадий Утенков Один из недавно попавших в сборную ребят Неплохо себя зарекомендовавший, многократный призер чемпионатов СССР Венгер Вермеш Один из серьезнейших конкурентов Один из претендентов на победу В центре Робертос Жупа У него лучший результат утренних заплывов И главная надежда советской команды Арсен Мискаров Почти не уступает Робертосу Жупу Были даже и победы на чемпионатах СССР и Кубках СССР над Робертосом Так что можно сказать, что у нас мощная сила Австралийц Спенсер на дорожке номер 6 Олимпийский чемпион Донкон Гудхю у седьмой И последний участник этого заплыва Представитель Германской Демократической Республики Вальтер Йорк Ну ожидаем основной борьбы, конечно, между Жупу и Арсеном Мискаровым Побаиваемся Гудхю Ну и не забываем, конечно, о таких Действительно монстрах, как Спенсер и Веремеш Все можно ожидать от данного заплыва Нам показывают Гудхю Действительно, телосложение Очень мощное В сравнении с советскими ребятами Которые, кстати, тоже отвечают Брасисты всегда, это очень атлетичный стиль плавания Именно поэтому брасисты всегда, даже на фоне своих партнеров По другим стилям плавания отличаются Но вот Дункан, конечно, превосходит все их в мышечной массе Нам не показали два фальстарта Дело в том, что в то время фальстарт не наказывался Это уже третий старт Ребята уже сильно измотались Многие из них уже сильно подустали Нервы шалят Мы даже видели, как во время третьего фальстарта Дункан Гудхю немножко качнулся Но уже фальстарт не был зафиксирован Роберт Жупу идет первым Первый полтинник остался явно за ним Скорость для того времени довольно серьезная 31.44 Посмотрите, как увеличивается отрыв Буквально с каждым движением Робертос уходит все дальше и дальше от своих соперников Ближайший преследователь Это все-таки Арсен Мискаров Который возглавляет группу преследования Роберто Жупа Нельзя его назвать мощным спринтером на 100 метров Поэтому, наверное, почти уже не нужно волноваться Если на первой 100-метровке Робертос предпочитает иметь такой отрыв Значит, он готов неплохо 100 метров пройдено Робертос первый Уже почти секунду он выиграет у Арсена Мискарова Венгр Веремеш также идет третьим Четвертым идет Спенсер Дункан Гудки, наверное, уже не конкурент Все-таки 100 метров к 200 метров Большие разницы Обратите внимание на технику Она сильно отличается от техники современных брасистов Ребята стелятся по воде Почти нет разбалтывающего движения плечами Вот только Веремеш, наверное, может отличаться этим Очень плоско лежат на воде И высокий тент Очень высокий тент Робертос показывает очень хороший поворот Опять же, занимает центр дорожки Что, наверное, даже не свойственно для сегодняшнего плавания Арсен Мискаров рядом Обратите внимание, у Арсена скорость выше на финише Он догоняет Робертос из жупы Веремеш тоже прибавил Неожиданный разворот событий Робертос не выдерживает скоростей Но у него достаточный запас прочности У него достаточный отрыв Должен удержать свое лидерство Веремеш прибавляет Арсен Мискаров начинает потихонечку останавливаться И посмотрите, Венгер выходит на вторую позицию Но золото все-таки у советской команды 2.15.85 Близко к рекорду мира Всего лишь 6 десятых до высшего достижения планеты Драматичный заплыв Нельзя сказать, что советские брасисты чем-то удивили Но, наверное, Робертос Жулпо и Арсен Мискаров Показали одинаковый стиль проплывания Конечно, это бригадный подход Бригадный метод Ребята тренируются вместе И вместе они очень неплохо начали И в концовке были слабее Венгра Но у Робертоса был запас прочности Посмотрите, Мискаров проиграл касание Вот смотрите, одновременное движение Но Венгер чуть-чуть быстрее Именно поэтому Мискаров получает бронзу Верим